Мы видим, приходим к такому феноменальному уровню восприятия, что элемент мышления не отличается от элемента физической реальности. Мы видим, что любая информация во внешнем мире, которая существует, которая подходит к точке кода, в наше восприятие, то линза мгновенно из бесконечно удаленного уровня по этому вопросу получает решение и генерирует уже из бесконечного уровня решение по этому вопросу. То есть, информация негативная, она в наше восприятие, не проникает. А прямо в точке восприятия происходит преобразование в материю вечной жизни. Когда мы вывели точку перехода информации внешнего мира в наше восприятие, образ маленькой линзы... Мы можем для себя как бы обозначить, что это сфера управления политической системой. В которой постоянно, непрерывно управление создателя работает. Потому что политика это реализация идеи Бога о вечной счастливой жизни каждого человека. Когда мы говорим для себя, что я политик, то сразу же выделяется эта сфера. Если мы с вами политик, значит у нас мгновенное решение есть по любому вопросу. Мгновенное решение по вечной счастливой жизни любого человека. И мы видим откуда это. Потому что мы работаем через сферу политического управления, где заложены все методы, все технологии божественного развития мира. Это потому что мы работаем через сферу политических систем, которая уже состоит из всех фундаментальных правилам вечной жизни. Если вы думаете про человека, где бы он ни находился, в каком бы регионе ни находился, вы политик, ваша политика простая. Обеспечить вечную жизнь всем. И поэтому вы мгновенно имейте управление по любому человеку, по любому региону и по миру в целом. Сфера политического управления – это действие нашей души в бесконечности. Это очень просто понять, когда мы рассматриваем, как работает маленькая линза. Вот, например, у нас такая позиция, что мы работаем в политике. Мы политик, мы реализовываем вечную жизнь для всех. Например, вы думаете, например, да, вот вы президент вашей страны. Что вы хотите для своей страны. Сразу же сфера макросозидания, которая содержит все решения. Мы, когда концентрируемся в этой сфере, в сфере политического управления. Мы работаем с ней точно так, как с маленькой линзой. Вот мы видим цель управления, реализованную в нашей сфере политического управления. Мы ее вывели в точку перехода информации внешнего мира в наше восприятие. То есть нас не достигает вообще никакая несозидательная информация. В точке входа переходит структуру вечной жизни сразу. И вот, когда мы образ маленькой линзы выводим в точку перехода информации внешнего мира в наше восприятие, ну, мы как бы запоминаем, мы или говорим маленькая линза, или сфера политического управления, это одинаково как бы. И когда мы начинаем концентрироваться на этой сфере, она начинает генерировать материю вечной жизни. Когда мы говорим, мы политик, значит, мы обеспечиваем вечную жизнь абсолютно сразу всем на равнозначных условиях. Как это происходит? В бесконечном удалении есть уровень, где все люди бесконечно развиты как создатели. И как только мы восприняли, идет какая-то информация, мы поставили сферу политического управления, то мгновенно работает этот бесконечно удаленный уровень сейчас через сферу, которую мы вывели. Так как тут управление коллективного сознания людей вечно живущих. И как только мы эту сферу поставили на точку входа информации внешнего мира, то идет каждый человек из бесконечно удаленного будущего спасает сам себя и всех других одновременно. So, what happens here is that as soon as this control is activated in this point where we receive information from the external reality, each person who is to be saved or each person who is in this control starts working on themselves, saving themselves from that level of remote location.